Судьба. Возвращаясь опять-таки к вашему ролику первому, да, прошло достаточно много времени, и вот этим развивая, очень много изменилось на Донбассе за этот период. Вот на ваш взгляд, судьба ополчения, которая на сегодняшний день в том или ином, видимо, отстаивает свои права, воюет и так далее и тому подобное, вот сейчас связано в связи с падением Славянска, Краматорска, Артемовска, да, то есть целых рядов городов, это очень тяжелые истории, хотя говорят, что это тактический ход, но в общем, все прекрасно понимают, что огромная армия целой страны против нескольких тысяч человек, пусть даже прекрасно воюющих, это все-таки серьезный аргумент. Как вы считаете, чем все это закончится? Ну, я бы не стал преувеличивать там, так сказать, трагедию произошедшего. Гражданин Стрелков, он командир, он сидит на месте, ему виднее, чем всем остальным, где он должен находиться и что должны делать подчиняющиеся ему войска. То есть, тут, ну, надо понимать, опять-таки, то, что он говорит и пишет, он говорит и пишет, как разумный человек, то, что ему надо сказать. Все плохо, нас вот-вот всех убьют, ничего другого он говорить не должен. Причлите, скорее, подкрепление. Все. Никакого там хвастовства успехами, мы тут всех завалили, мы вас одной левой, ничего подобного нет, быть не должно, и он, как человек разумный, не говорит и не показывает. То, что он оттуда ушел, ну, наверное, я так думаю, что ему виднее, что надо делать, ему виднее, что надо уходить. Он месяц до этого говорил, что их окружат, и тогда они все погибнут. Абсолютно бесцельно. Ну, как бесцельно? Ну, толку от того, что ты мертвый, никому нет. Ну, наверное, правильнее биться где-то в других местах. Что они могут противопоставить армии Украины? Тут, как мне кажется, не надо идеализировать состояние дел в украинской армии. Там далеко не все так хорошо, как может показаться. Ты понимаешь, то, что они, там нет успехов, это вовсе не потому, ты знаешь, что это тупые Укры, они ни на что не способны. Я, как бывший Укр, авторитетно заявляю, что это точно такие же солдаты, как русские. Абсолютно такие. Как мы гордимся своей армией, это они. Наша армия, это они. В советской армии служило три национальности. Русские, нерусские и хохлы. Ничем они от нас не отличаются. И если в настоящий момент они воюют плохо, в кавычках, это говорит про то, что они воевать не хотят. Не хотят, никакими вообще способами. Обрати внимание, что когда объявили первый призыв, это люди, совершившие государственный переворот, объявили воинский призыв. Пришло меньше одного процента. Люди не хотят идти на войну. Тогда они отправили в воинские части своих этих нацгадов, которые нацисты. Правые сектора и прочая, это сволочь. Нет, нет, нет. Они их отправили замполитами. Вправлять мозги, значит, тем, кто не хочет воевать. Ничего не получилось. Не слушают их армии. Крым. С Крымом как получилось? Кто-то там воевал? Нет. Почему они не воюют? Потому что невозможно. Мы одни военные училища заканчивали, и что это я буду в тебя стрелять? Раз. А во-вторых, никаких команд не поступает, потому что эти наверху, они боятся. Дальше. Они, значит, эту нацгвардию, так называемую, отправили вот на Юго-Восток воевать. Эти люди, которые скачут по Майданам там в касках, там, со счетами 1488. Ну, дегенераты, да, безусловно, дегенераты. Но воевать они не умеют. Обрати внимание, там, ну, вещи специфические, конечно, это, вот, лично мне тяжело на такое смотреть, что все эти ополченцы, это люди от 40 и старше. То есть это те, кто был, родился, воспитан, вырос в СССР. Да, нас всех учили, держать в руках автомат. Мы все умеем стрелять, мы все умеем бегать, прыгать, знаем, куда в танк надо попасть, куда ему бревно сунуть, чтобы он не ехал, как его сжечь и как перестрелять всех, кто сидит внутри. Ну, это, конечно, хорошо, но, в общем-то, было бы неплохо, чтобы и молодежь была такая же. Молодежи там нет, они не хотят воевать. То есть это поколение, которому вымыт весь мозг вообще. Там интересует, ну и что, что я подонок и мерзавец, зато живой и при деньгах. Это вот в жизни главное. Потому что они так думают, общество вокруг так думает, они воевать не хотят. Ну и вот две силы. С одной стороны, насильно согнанные в армию люди, там резервисты и прочие, которые не хотят воевать. С другой стороны, точно такие же, они тоже, ополченцы, не хотят воевать. И плюс с оружием у них не очень хорошо. Но, поскольку они гораздо идейнее, эти самые ополченцы, ну, у них успехов больше. А при том, что, понимаешь, откроем устав боевой. Боевой устав пехоты. И там написано, что в чистом поле соотношение наступающих и обороняющихся один к трех. То есть на одного обороняющегося надо троих. Из расчета, что двух убьют, а один добежит. А внутри городов один к семи. Есть у украинской армии такие возможности и резервы? Нет. Они не могут заходить в города. В город этот Славянск они зашли только тогда, когда его оставили. Его оставили. А тут никто не убежал. Его оставили. Понимаешь, это с таким же успехом можно про советскую армию орать. Ах, вы Киев бросили, там, вы гады подонки, не умеете воевать. Война закончилась в Берлине. К всеобщему изумлению. Ну, то же самое и здесь. Вот они отошли, вот они там перегруппировались, вот они как следует вооружились, ну, не знаю. Понимаешь, ее нельзя воспринимать, на мой взгляд, вот, произошедшее нельзя воспринимать, как только и сугубо боевые действия. Кто кого победит. Там такого нет. Кто кого победит. Понимаешь, когда сбивают такое количество самолетов, ну, это наводит на специфические мысли. Кто это так умело их сбивает? Уж не шахтеры? Да, ну, парни, наверное, там, отбойными молотками владеют отменно. И на газе. Да, из ПЗРК стрелять, это уметь надо, в общем-то. Ну, оно же все намертво привязано к экономике. И то, что прекратили, там, давать газ, ну, это, наверное, не смертельно, там, сильно теплее, чем у нас. Никто не умрет, в общем-то. А вот то, что прекратили работать предприятия, это гораздо веселее. К осени там станет еще лучше. К зиме совсем отвратительно. Оно, понимаешь, от того, что вот оттяпали Крым и вот эти, опять-таки, возможности, а давайте тут будем орать, что попало, они не понимают, каких джинов выпускают из бутылки. Когда вы в Тернополе захватываете милицейские околотки и воинские склады, это нормально, потому что вы хотите свергнуть Януковича. А когда в Луганске и Донбассе делают то же самое, это плохо, они сепаратисты. Так ты, когда захватывал, ты думал вообще о том, что другие люди тоже возьмут в руки оружие, и чем это закончится? Ты хорошо понимал, скача там на своем идиотском Майдане, хорошо понимал, что ты вызываешь к жизни гражданскую войну. Это ты, своими руками убивая ментов и таких же идиотов, как ты, которые там вокруг тебя скачут. Ты понимаешь, что вот, а там не захотят с тобой больше жить. Они возьмут в руки оружие и вас погонят. Ну, началось с этого, понимаешь, чем больше они их будут давить, тем они больше... Там, я не знаю, как это, к сожалению, к счастью, там нет наших армейских подразделений, которые бы четко объяснили, что первонаперво надо взорвать все пути сообщения. То есть разведно-диверсионные группы, минирующие дороги, взрывающие мосты непрерывно везде. Война немедленно должна быть перенесена в глубокий тыл. Убивать всех, кто осуществляет сотрудничество с данной властью, взрывать машины, расстреливать людей, взрывать транспорт непрерывно. То есть террор волной должен покатиться по всей этой самой Украине. Если они думают, что вот эти люди, которые воюют сейчас там, этого не знают и этого устроить не могут, это глубочайшее заблуждение, глубочайшее. Если в России, когда пытались от нас отсоединить Чечню, все было несколько иначе. Были совершенно другие люди, воспитанные в совершенно другой стране, и была другая армия. Да, конечно, это ее остатки там из последних сил бились на Кавказе, но это другое. А теперь они у нас есть, вот эти люди, которые там навоевались и которые умеют такое, что вам и не снилось. А теперь они к вам поедут, они кричат, что это там Россия, а Россия не может их остановить. Если они едут как частные лица, там туристами в Румынию, а оттуда там огородами пробираются. А что ты с этим сделаешь? Да, это нехорошо, и мы, ну, наверное, государство это не одобряет. Но они уже там. Они умеют, они знают, они понимают. Ну и чего вы в результате-то получили? То, что вы там из галубиц стреляете, на здоровье стреляете. Когда стрелять начнут внутри страны, все будет еще хуже. Дмитрий Юрьевич, по поводу вот как раз-таки армии, извините, что перебиваю, армии не желающие воевать, но ведь не национальная гвардия заряжает гранаты, и заряжает галубицы. А вы не видите того, что происходит. Вы просто не видите. Поскольку это национальная гвардия, это, понимаешь, люди, которые выбирают себе героем Степана Бандеру, ну, там у людей просто нехорошо с головой. Тем не менее, имея, так сказать, перед глазами вот такой замечательный пример, как Степан Бандера и его подельники, которые орудовали на Украине, ну, нетрудно узнать, чем они занимались. Это дословно, то, что я сказал, вот то, чем они занимались, только в особо зверских формах. Например, ну, был у нас, скажем, там разведчик Кузнецов, да, который там всяческих гауляйтеров ходил, стрелял. Это было подробно. Замечательная такая книга есть. Вот, ну, да. А они ходили, бандеровцы, убивали семьи. Потому что, если ты председатель, то лучше всего убить твоих детей и жену. Желательно у тебя на глазах. Вот взять, вырезать деревню. При этом, конечно, не забыв переодеться в форму красноармейцев, чтобы рассказать, что это НКВД все сделало. НКВД больше заниматься было нечем, кроме как ходить и резать украинские деревни. Террор. Это натуральный террор. Когда ты летчик, вот сейчас, а мы пойдем к тебе домой, а мы займемся твоей семьей. Все вот эти вот тягнебоки, яроши и прочее. Вот с твоей женой переговорят, что твоей дочери там выдернут ноги, там выколют глаза. А может быть выдернут, а может быть выколют тут же. И что ты будешь делать? Ты никуда не полетишь, ты не будешь приказы выполнять, никуда не денешься, полетишь, как миленький. Потому что это запредельные вещи вообще. И если такое встает на службу государства, а я обращаю твое внимание, они еще, пока Беркут стоял на этом самом Майдане, они уже в фейсбуках там друг другу писали, опубликуйте адреса, где они живут, мы пойдем по домам. Ну, это прекрасно. Еще ничего не началось. Понимаешь, они все знают, они все умеют. И, собственно, война идет только благодаря их усилиям. Только потому, что уже все бегают по матерям, родителям, запугивают, нагнетают и прочее, и прочее.